Ну так вот, о чем мы говорим? Мы говорим про такую ситуацию под названием дорожно-транспортное происшествие. При дорожно-транспортном происшествии бывают вещи такие нехорошие, да? Скорее всего, может и вы въехать, но могут и вас въехать. А вот возникает вопрос идти, вот, работать со страховой компанией. Но страховая компания это для того, кто типа не виноват. Но иногда же и вы можете влететь, представляете, да? Вы влетели и что дальше? А дальше-то как получается? То есть вы идете в дилерский центр, типа, если у вас дорогая машина, вот, и в дилерском центре вам внедряют сумочку, да? Приятненькую такую. Кстати, если у вас машина по каске, застрахован вам же без разницы, куда вы заехали, правильно? Возьмете ценники там, машина отремонтируете здесь, на Сурикова 11, получите себе денежку и тем не самым оплатите еще и кредит. Нормально, да? Это я про себя рассказал. Дело в чем заключалось? У меня была такая машина. Так вот, я за эту машину вообще ничего не платил. Были, конечно, ситуации, когда и я выезжал, и все. Но, тем не менее, по сути, поездил, да и отдал. Спасибо большое, это для меня. Вы можете тем же самым заниматься. По сути, как бы, я здесь машины, естественно, и делал. То есть, результат был суперовский. Теперь ваш вопрос. Что вы выбираете? Либо пойти по пути наибольшего стремления к косякам, либо по пути наименьшего стремления. Вот про этот вопрос мы сегодня и поговорим. Что касается, умом Россию не понять. Я не понимаю нашу страховку. Про КАСКО вопросов нет. Там все качественно и правильно. Кроме выплаты страховки в кредитную компанию. Ну, продинамил недельку-другую. Ну, бывает. И попадаешь. То есть, вся страховка покрывает ваш кредитный бюджет. Ну, не полностью, но бывает. Клевенько, да? Очароватенько. Теперь про автогражданку. Лупанули всех и сразу построили себе вилы за наш счет. И одновременно посеяли хаос на дорогах. И вы не платите тем, у кого повреждения. От ваших косяководов. То есть, вы, по сути, страхуете виновников. Им-то все равно. Но попадают те, в кого ваш страховщик въехал. И вот это называется Россия. Ну, вот в Индии, например, все страхуются, но попадает тот, кто въехал. И не важно, прав он или не прав. И на чудовищную, по нашим понятиям, страну с почти двумя миллиардами человек крайне редкие аварии. Было-то и у нас хорошо, но 10 лет назад и не стало. Спасибо страховщикам. Никто, ни здесь и никак, по сути, нами не занимается. И вы после удара будете искать виновника. А тот, кто в вас въехал, будет искать быстрый и качественный сервис. А он их-то и нет. Но у нас есть одно место. И да, иногда машинки стоят. Но если есть то, что нужно, делается все быстро. В любом случае, после того, как случилось ДТП, машину так или иначе приходится ремонтировать. Либо уже, если там нет возможности совсем ее ремонтировать, машина превращается в утиль. Но так как любое транспортное средство, это все-таки семейный бюджет. Это в него были вложены деньги. То, я думаю, стоит привести его в порядок. Поэтому после ДТП нужно оценить обстановку. Если ущерб не такой грандиозный, и есть возможность не задействовать страховые компании. Потому что сейчас это достаточно сложно. И самооформление, и с вами вот эти выплаты происходят не очень хорошо. Поэтому стоит просто обратиться в сервис к нам. И мелкий ремонт любой мы исправим. Там, допустим, поврежденный бампер, фары, капот. То есть, если машина не пополам согнутая и нет пострадавших, то, пожалуйста, рекомендую все-таки обратиться к нам. И мы все это дело исправим. По цене вопроса, у нас тоже здесь все демократично. То есть, есть ситуации, когда мы можем найти и БУ запчасти, сами поискать по разборкам, по объявлениям у частных лиц. Можем сами что-то восстановить. Те же пластиковые детали, там, и салона, и наружные. Мы все это паяем, восстанавливаем, то есть красим. И все это выглядит как новое. Соответственно, все это удешевляет и сам принцип работы, и вообще стоимость потом конечную ремонта. Теперь коротко и правильно. Все, у кого каска, ехать сюда всем. Без исключения, вы хоть натянете страховую. Все, кто врезался тоже сюда, не попадаете на деньги. Остальные думайте. И там, где много машин, еще раз подумайте. В остальном вам решать. От нас же только совет. Да, машин здесь не так много, как в других сервисах, которые вам это дело ремонтируют. Потому что здесь нормально работают. То есть, вы приезжаете машину, вам ее достаточно быстро сделают. И вы не попадете на большие деньги. Естественно, какие-то деньги вы здесь заплатите. Поэтому не получается такое, что вам бесплатно все и сделали. Но надо думать. То есть, обратите внимание, да? Здесь машины делаются. А делаются ли они в другом месте? Вот в этом другой вопрос.